Приветствую вас дорогие зрители на своем канале, вещать сегодня будет Jedi46, а темой для ролика в этот раз станет подкаст с новостями канала, и мне бы хотелось, чтобы большинство моих зрителей посмотрело его до конца, так как во многом от вашего мнения будет зависеть дальнейший вектор развития канала. Ну что ж, начнем пожалуй с новостей напрямую связанных с ВОПС и непосредственно программы сотрудничества с контрибьюторами. Если кратко, для тех кто не в курсе, мне на текущий момент отказали от принятия в эту программу и сообщили, что в дальнейшем будут рады сотрудничать, если канал станет более популярным. Если же чуть более подробно, меня лично несколько огорчило, что заявку даже не рассматривали, пока я не стал писать ответственным за это лицам в личку на форуме. И даже так, ответ по заявке я получил спустя 2 месяца после ее подачи. Следующим огорчением стали собственно сами причины отказа. Будь это простое, наберите аудиторию побольше, я бы даже не стал придираться и просто подождал бы нужного охвата на канале. Но нет, причины отказа мне записали якобы скрытые стримы, которые я поместил в отдельный плейлист, дабы не засорять главную страницу канала. А также малое число просмотров на этих стримах. Опять же, почему вообще кто-то считал число просмотров на моих стримах, если на момент подачи заявки и ее рассмотрения я занимался в основном видеогайдами и обзорами, которые как раз таки набирали больше просмотров и удовлетворяли всем требованиям к интрибьюции. Второй причиной отказа стало качество картинки, и с этим вопросом я собственно уже разобрался. Все последние стримы проходили в полноценном качестве Full HD и 2К, но к этому у меня и претензий не было, мне самому не очень нравилась старая картинка на стримах. Ну а качество картинки непосредственно в роликах и гайдах сейчас наглого превосходит 90% контрибьюторов и контент-мейкеров по кораблям. А третьей, собственно самой странной причиной отказа в контрибьюции стал статшейминг. Про то, что это такое и как это связано со статистикой, я рассказывал в отдельном ролике и был крайне удивлен тому, что мне это вообще выписали причиной отказа. Тех, кто смотрит мои стримы, возможно это тоже удивит, потому что в большинстве из них я даже ругаться стараюсь по минимуму, а если уж и сетую на плохую игру союзников, то без оскорблений и принижений игроков, тем более за их статистику. Соответственно, мне крайне интересно, каким образом я, открывая стрим почти любого контрибьютора, наблюдаю отборный поток руганий и рассказов про то, у кого руки, а у кого клешный. Но при этом оказывается, что такое поведение является недопустимым. В общем, либо кто-то реально не замечает, чем там балуется большинство контрибьюторов, либо ко мне идет предвзятое отношение, и непонятно только почему. Ладно, черт с ним с отказом, подать повторную заявку при необходимости мне никто не запретит, так что попробуем еще раз позже с уже подросшей аудиторией на канале. Для тех, кто спросит, зачем мне вообще эта контрибьюция, это же цензура и прогиб под ВГ, я отвечу, что мне нужно участие в данной программе сугубо для того, чтобы делать актуальные обзоры на все новинки игры. Так как сейчас контрибьюторы получают всю новую технику на обзор бесплатно и задолго до обычных игроков. А значит, выкачи или купи я новинку даже в день ее выхода, к моменту выпуска моего видео по этой новинке, оно будет просто неактуально на фоне десятка аналогичных, но вышедших две недели назад. И даже если качественно я сделаю разбор и гайд лучше, это не повлияет на популярность обзора. В плане цензуры я не считаю, что она меня сильно ограничит, ибо шок-контент я не делаю, а высказывать свою точку зрения без разведения лишних срачей она не запрещает. Однако, смотря как одних лишают контрибьюции за критику ВГ, а другие спокойно пилят видео на ту же тему, или даже показывают по идее запрещенные к показу баги, эксплойты и проблемы игры, мне все больше кажется, что отношение к большинству контент-мейкеров в кораблях явно предвзятое. Ладно, с новостями по контрибьюции точно все, если остались вопросы, можете задать их в комментариях. Я же продолжу другими новостями, связанными с миром кораблей, и постепенно перейду ко второй важной части видео – дальнейшему развитию канала. Мне бы хотелось узнать ваше мнение по поводу того, какой контент по кораблям вам наиболее интересен. Гайды и обзоры техники, стримы по конкретной тематике или без, а может быть специфичные разборы различных игровых механик и фишек. Из контента, которого на канале пока не было, но мог бы появиться, например, стримы по клановым боям. Если данная тематика вам интересна, я побеседую со своими сокланами на тему проведения таких мероприятий. Хотя сразу предупреждаю, что мой текущий клан многие считают крайне токсичным, и возможно стримы зайдут не всем. Следовательно, дальше я перейду к такому вопросу – интересен ли вам контент и стримы по другим играм, и если да, то каких жанров и на какую тематику? Опять же, свое мнение, а также предложение вы можете озвучить в комментариях. А я же пока могу предложить вам подписаться на мой твич канал, где в ближайшее время я планирую начать стримить не только корабли, но и другие игры, которые меня интересуют. Например, недавно мы с товарищами решили вернуться и поиграть в Black Desert, где как раз стартанул новый сезон. Так что, если интересно, что сейчас вообще происходит в этой мемошке, заглядывайте на мой твич канал. Да и вообще, как я уже сказал, в ближайшее время именно на твиче я планирую стримить больше игр помимо самих кораблей. Ну и последней по списку и, наверное, главной по важности станет непосредственно судьба самого канала. Если о выходе контента и дальнейшем его развитии я уже рассказал, то вот о развитии самого канала в виде охвата аудитории, партнерок или рекламы еще стоит упомянуть. С чего бы начать? Первое, это опасение, что, возможно, контрибьюцию по кораблям я получу не скоро, либо вообще не получу. Развивать канал по тематике вовс с нуля довольно сложно. Поэтому, если вам неравнодушна судьба канала, вы можете оказать мне вполне посильную поддержку. Смотрите свежие ролики, ставьте лайки, жмите на колокольчик, а главное, делайте репосты и делитесь этим видео с друзьями и знакомыми. Вам не сложно, а мне будет приятно и полезно для развития канала. Также, для создания более качественного контента и проведения стримов, мне пришлось несколько потратиться на покупку периферии, комплектующих и апгрейда железа. Поэтому сейчас особенно важной и ценной будет поддержка канала рублем. Но, так как просить милостника от некоторой я не хочу, лучше предложу всем, кому нравится мое творчество и кто хотел бы меня поддержать, почаще заглядывать на стримы и заказывать корабли или челленджи, которые я недавно добавил к стандартному столу заказов в вовс. Активная поддержка канала, будь то финансами или же простыми подписками и репостами, поможет мне чаще выпускать качественный контент, а заодно избавит от необходимости запускать и делать рекламу в видео. Ибо ее я не люблю и стараюсь всячески избегать. Эх, затянул я конечно с выпуском этого видео, но думаю, что именно сейчас будет определена дальнейшая судьба канала на ближайшее время. И вы, дорогие зрители, можете в этом поучаствовать. Хотелось бы еще раз сказать спасибо всем, кто меня поддерживает. Надеюсь, что мой контент и дальше будет вас радовать так же, как рабует меня. Ну а на этом видео постепенно подходит к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, обязательно заходите на твич, где в ближайшее время будут тестовые стримы по другим играм, в том числе и на корабельную тематику. Как обычно, пишите свое мнение в комментариях, ибо адекватная критика мною так же ценится, как и похвала за работу. А я же с вами прощаюсь, всем удачи и до встречи в следующих видео.